Всем привет, друзья! Всем нам с вами часто садилась на руку стрекоза, будь мы на рыбалке или просто на отдыхе на природе. Бывало и такое, что стрекоза как пристанет и садится и гоняется за нами, словно играющийся с нами. Часто стрекозу очень сложно поймать, а бывают такие стрекозы, которые совершенно не боятся человека. На самом деле, стрекоза это страшный хищник в мире насекомых. Какие интересные факты, мы не знаем про стрекоз. Жизнь стрекозы начинается с откладывания яиц. Самка откладывает яйца в воду. Из яиц сначала вылупляется нимфа, такой странный маленький жучок. Мы также могли его встречать в воде. Этот жучок имеет очень мерзкий вид, и сначала он ведет подводный образ жизни. А потом эта личинка превращается со временем в стрекозу. Но личинки эти также не безобидны, и охотятся они ничем не хуже стрекоз с крыльями. Они настолько активные хищники, что ловят все подряд под водой. Даже только что вылупившихся рыбок или мальков. Такой жучок или нимфа или личинка достигает длину до 5 сантиметров. И через какое-то время эта личинка съедает очень много и много других организмов. Она превращается из личинки в стрекозу. И здесь уже раздается еще более опасный хищник, уже умеющий превосходно летать и пожирать все на ходу. Стрекоза умеет перехватывать свою добычу в воздухе. Даже такие быстрые насекомые, как мухи и комары, для стрекозы не являются проблемой. Она их ловит и жрет на лету. Но чтобы поесть, она иногда садится на что-то. А вообще стрекоза может напасть на любое насекомое, с которым она может справиться. Стрекоза отслеживают свою добычу, корректируют траекторию движения и атакуют цель. 95% случаев на охоте у стрекозы заканчиваются успехом. Но стрекоза не выслеживает свою жертву. Она просто предполагает, где жертва будет находиться в ближайшую секунду. И перехватывает ее по траектории пути. Это указывает на то, что во время охоты стрекозы просчитывают три вещи. Расстояние до их добычи, направление ее движения и скорость, с которой она летит. Вы даже не могли бы и подумать, что стрекоза может кусаться. Но кусать человека ей нет смысла. Так как ей это не нужно. Да и когда ловишь стрекозу, она почему-то тебя не кусает. Но у стрекозы невероятно острые челюсти, которыми она прямо разрывает свою добычу. Муху или жучка. Стрекоза ловит муху, отрывает челюстями ей крылья и поедает ее. Но чтобы прокусить кожу человека, у стрекозы не хватит сил. А представьте, если бы стрекозы были хотя бы в три раза крупнее. Однако более крупные породы стрекоз могут все же прокусить кожу человека. И то только при самообороне. Стрекозы невероятно искусственные летчики и контролируют полет просто идеально. Даже вертолет в современном мире не сравнится с точностью полета стрекозы. Почему ученые не берут пример с механики движения крыльев стрекозы, непонятно. Хотя вертолет также при взлете подобно стрекозе задирает свой хвост. Но это физика и против нее не попрешь. В мире уже даже есть миниатюрные летательные аппараты, сделанные по подобию стрекозы. Но большой популярности в авиастроении они пока что не получили. У стрекоз две пары крыльев. И двигается каждое крыло независимо друг от друга, меняя углы наклона при полете. Поэтому стрекозы и обладают такой отменной маневренностью во время полета. Стрекоза может буквально за доли секунды, летя вверх, изменить траекторию полета и полететь вбок или вниз. Да даже просто держась в воздухе, стрекоза может летать боком, вверх, вниз, абсолютно в любой траектории. Стрекоза это самое быстрое насекомое в мире. Скорость стрекоза развивается до 57 км в час. Также стрекоза может буквально замереть в воздухе на одном месте, двигая крыльями. Даже лететь назад вертолет так не умеет, вертолет летит только вперед. И такая способность летать дает стрекозам огромное преимущество во время охоты. Ведь мухи имеют, например, всего лишь два крыла, и муху стрекозе словить очень просто. Также стрекозы и очень выносливые насекомые могут преодолеть до 1000 км. Например, стрекоза-бродяжка-рыжая-рекордсмен, она преодолевает огромное расстояние до 6000 км. Стрекозы вида Пантала флавескес, бродяжка-рыжая, широко распространены по всему миру. Их можно встретить в Австралии, в Японии, в Корее, в Северной и Южной Америке, в Африке и Индии. Все потому, что стрекоза мигрируют по всей планете. Например, личинки этих насекомых очень чувствительны к переменам погоды и могут не выжить при резкой смене температуры или влажности. И когда в Индии сезон дождей, тысячи стрекоз начинают мигрировать в сторону Африки, где сохраняется сухой и комфортный для них климат. Также в охоте стрекозе помогают ее крутые глаза. Если у мухи или пчелы ее фасеточные глаза имеют около 6000 фасеток, то есть этих самых граней, то у стрекозы в одном глазу около 20000 граней или даже 30000 этих самых структурных единиц, из которых и состоит отдельный глаз. Угол обзора глаз стрекозы таким образом составляет почти 360 градусов. А это уже своего рода современная камера 360 градусов, панорамное зрение. Поэтому даже если за стрекозой гонятся, она легко избегает столкновения, потому что видит даже то, что происходит сзади, словно в зеркало от бокового вида. Все эти мелкие картиночки в элементах глаз стрекоза собирает воедино. Однако стрекоза считается глухим насекомым, видимо именно поэтому ей даны такие чудесные глаза. У большинства насекомых часто есть слепые пятна, поэтому жабы, например, ловят насекомых снизу. А у стрекоза видит даже то, что находится под ней, поэтому ее так сложно поймать. Стрекозу очень сложно поймать, и даже если стрекоза попала в сети паука, то она может съесть и самого паука, если тот подберется к ней слишком близко. Во время поедания своей жертвы стрекозы сначала обвивают жертву передними лапами, чтобы обезвредить ее. Затем их откидные челюсти опускаются и отрывают крылья мухи, чтобы она не могла улететь. После этого стрекоза спокойно ест муху, не боясь, что та может каким-то образом вырваться и улететь. Также ученые доказали, что стрекоза может воспринимать совсем по-другому цвета, нежели человек. Глаза человека воспринимают и остро реагируют только на три цвета – красный, синий и зеленый. Все цвета, которые мы видим в мире – это сочетание всего лишь трех цветов – красного, синего и зеленого. В наших глазах три различных вида цветочувствительных рецепторов – апсинов. А вот у стрекозы таких видов апсинов 11, а у некоторых даже и 30 апсинов. Поэтому стрекоза, вероятно, может видеть мир совсем по-другому, нежели человек. Однако это никак не пригодится, ведь стрекоза не может стать дизайнером, да и наши глаза не увидят придуманный стрекозой новую насыщенную палитру цвета. Изначально личинка стрекозы или жучок живет под водой около двух лет, а иногда личинка стрекозы живет под водой и целых шесть лет, прежде чем превратиться из подводного хищника в воздушного. Стрекоза превращается из подводной личинки с жабрами в летающую стрекозу с крыльями. Она выбирается из своего последнего корпуса, в котором она прожила под водой долгое время, и рождается стрекоза с крыльями. Этот экзоскелет личинка стрекозы сбрасывает около 10-20 раз и постепенно растет таким образом. А во время последней линьки она выбирается из воды и, наконец, приобретает облик взрослого насекомого. И улетает. Однако уже взрослая стрекоза, которая умеет летать, живет всего лишь 3-4 недели, что очень мало для такого красивого создания. Но и за это время летающий хищник успевает уничтожить достаточное количество насекомых. Но есть особо крупные виды стрекоз, которые могут прожить в дикой природе и 7 лет. Видимо, живут они в тех странах, где круглый год тепло. Личинка стрекозы очень ловкая и пожирает под водой все на своем пути. Головастиков, личинок, мальков, рыбок и даже жрут личинки других стрекоз. Да что там говорить, есть видео, где стрекоза ест другую взрослую стрекозу. Так что стрекоза – это совершенно беспринципное насекомое. Стрекоза постоянно ест без остановок и за один раз она может съесть до 5 мух, предварительно размолотив их своими челюстями в кашицу. Также стрекозы очень забавно спариваются. Самец даже насильным способом заставляет самку спариваться, ведь времени на спаривание нет. Стрекозы постоянно в полете, самец приближается сзади, сжимает свои передние лапы вокруг ее шеи и иногда даже кусает ее за шею, чтобы починить своей воле. Затем он посылает сигналы по своему телу и начинает перемещать сперму в нужное место. В некоторых случаях самец продолжает стереть самку до тех пор, пока ее яйца не будут оплодотворены его спермой, чтобы ее не оплодотворили другие самцы и его шансы стать отцом выросли. Часто мы видели с вами стрекоз летающих сцепленными вместе, это и есть спаривание стрекоз. Они даже спариваются в воздухе, часто при таком спаривании сцепленных стрекоз очень легко поймать. Многие из вас думали до этого, что стрекоза по прыгуньей, так же как и в басне, ничего не делает весь день. Но стрекозы весь день охотятся и едят. Также являясь санитаром, который поедает таких противных для человека комаров. Стрекоза за весь день может словить и съесть около 50 мух. Стрекозы только с виду такие стройные и слабенькие, но они могут справиться с добычей, которая превосходит их в размерах. Стрекозы начинают охоту и как только начинают светать, а при наступлении сумерек они ищут убежище в растительности. В таком состоянии, без лишних телодвижений на листьях, стрекозы спят всю ночь. У каждой стрекозы есть своя территория, и если кто-то из других стрекоз проникает на чужую территорию, стрекозы вынуждены драться. В России водится около 50 видов стрекоз, а в Африке водится вид стрекозы, который поедает опасных мух ЦЦ, который является переносчиком вируса. Стрекозы хоть и являются хищниками, но они самые безобидные для человека. Они не зудят над ухом, не кусаются, не залетают в дома, не садятся на ваше варенье, не кусают вас ночью, поэтому стрекоз нет смысла и убивать, и охотиться на них. В Японии стрекозы являются символом отваги и бесстрашия. Очень часто стрекозами населяют районы, где их нет, но где они необходимы. Завозят личинок и выпускают в реки и озера. В мире даже есть стрекозий заповедник в Великобритании. В 2009 году в Градстве Кембридж-Шир торжественно открылся центр стрекоз. Цель центра – остановить снижение численности 42 видов данных насекомых, встречающихся только в Великобритании. Биологи считают, что на численность стрекоз влияет уменьшение количества болот, а также активное использование на полях пестицидов и энсектицидов. Также стрекозы бывают равнокрылые и разнокрылые. Например, имеют две пары крыльев, первые меньше в размерах, чем вторые. И в состоянии покоя стрекоза задняя крылья складывает. Равнокрылые стрекозы обычно меньше по размеру и летают медленнее своих разнокрылых коллег. Интересный факт, что пчела машет крыльями в 200 раз в секунду, а стрекоза всего лишь 20 раз, но летают стрекоза ничуть не хуже пчелы. Также благодаря таким большим крыльям стрекоза может поднять вес в 15 раз больше собственного. Это сравнимо с тем, что если бы 400-килограммовый вертолет поднял воздух вес в 6000 килограмм. А когда стрекозе жарко, она своими зеркальными крыльями отражает тепло, или наоборот располагает крылья так, чтобы согреться на солнцепёке. Стрекозы очень зависят от температуры окружающей среды, а некоторые стрекозы, например, невзрачная стрекоза, улетает зимовать на юг. Четырёхсантиметровое насекомое пролетает над Идийским океаном несколько тысяч километров, путешествуя с континента на континент. Такие вот удивительные создания, будь они крупнее, человек, возможно, бы даже с ними боролся. Возможно, в будущем человечество придумает такие уникальные летательные аппараты, похожие на стрекозу. И мы будем с вами летать ещё более безопаснее. Ну а на этом всё, друзья. Ставьте пальцы вверх, а с вами были Интересные Факты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok